Полиомелит когда-то был одной из самых пугающих болезней в мире. Страдали от него в основном дети, а самыми страшными последствиями инфекции была смерть или необратимый паралич. Последняя крупная вспышка полиомелита в России была зафиксирована в 1996 году в Чеченской Республике. В то время из-за войны о прививках практически забыли. Это и стало причиной распространения инфекции. К 2017 году болезнь была практически побеждена благодаря вакцинации. Тогда, по официальным данным, заболели всего 22 человека в трех государствах. Но почему же спустя столько лет болезнь снова вернулась? Это локальные вспышки в определенных регионах нашей страны. Связано это с тем, что в этих регионах традиционно мало прививают детей от полиомелита. В тех регионах, где прививают как положено, таких вспышек не наблюдается. Теперь болезнь неожиданно вернулась. Возможная вспышка полиомелита в России связана с отказом от вакцинации. В одном только Дагестане за последние шесть лет количество непривитых детей увеличилось в пять раз. По официальным данным, за 2022 год в Дагестане зарегистрировано 44 случая с подозрением на острый вялый паралич. Все заболевшие – дети от трех месяцев до 11 лет. Отметим, что в 90% случаев полиомелит протекает бессимптомно и в каждом десятом случае дает клиническую картину неврологического поражения у детей. Большинство людей либо вакцинировано от полиомелита в развитых странах, либо заболевает и переболевает этой болезнью в детском возрасте. То есть сложно себе представить ситуацию, что в обществе, где полиомелит распространяется и переходит этот человек, у человека взрослого, состояния, дожил, не переболев этой болезнью. Это в основном выражается в комплексе кишечных симптомов, то есть это в первую очередь кишечная инфекция, но некоторый процент таких инфекций проходит с развитием вялого паралича. И этим, собственно говоря, полиомелит опасен. Полиомелит существует с человечеством тысячи лет. Это опасное для жизни инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое вызывает поражение нервной системы. Иногда сопровождается лихорадкой, головной болью, болью в мышцах и в горле. Чаще всего распространяется через загрязненные руки, пищу и воду. Иногда передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями. Основной способ профилактики полиомелита – это вакцинация. Именно она позволит сформировать иммунитет к полиовирусу. Юлия Салеева, Аделина Абдрахманова, Фарид Сахитоглы, Универньюз.